Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди, добро пожаловать в новое видео. В этом видео я хочу поделиться с тобой тем, о чем никто не говорит, а ведь это большой красный флаг. Это очень важный индикатор, который показывает, как все меняется со скоростью света. Я говорю о корпоративных банкротствах. Это шокирует, но ожидается, что 2023 год станет самым большим годом по количеству заявлений о банкротстве за более чем десятилетие. Банкротства выросли на 216% и самое ужасное, что не прошло и шести месяцев 2023 года, поэтому самые рекордные цифры еще впереди. За первые четыре месяца с января по апрель более 230 американских компаний подали заявление о банкротстве. Таким образом, неопределенность в экономике и, конечно же, резкое увеличение расходов по займам затрудняют работу большинства компаний сегодня и ситуация только ухудшается. Учитывая последний отчет про инфляцию, очень маловероятно, что ФРС США сделает паузу и тем более снизит ставки в ближайшие несколько месяцев. На самом деле Джером Пауэлл несколько дней назад сказал, «Еще раз подчеркну, что ФРС твердо намеренно идти к цели в 2% инфляции». Это его слова. Начиная с 2019 года и до начала 2022 года, как видно на этом графике, Во время пандемии долг был очень дешевый, практически бесплатный, потому что процентные ставки ФРС США стремились к нулю. Поэтому компании брали больше долгов и расширяли существующие долги. Это был практически бесплатный способ оплатить все их расходы. Кроме того, правительство также поддерживало предприятия во время пандемии, что помогало сохранять суммарный уровень банкротства на относительно низком уровне. Но в 2022 году, как ты видишь, ситуация резко изменилась, когда ФРС США начала резко поднимать процентные ставки, которые сейчас достигли более 5%. Поэтому в первом квартале этого года количество банкротств более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но вот что важно. Количество банкротств, как ты видишь на этом графике, превышает предыдущие уровни любого года с 2010. Эти компании, которые становятся банкротами, не могут выплатить свои долги. Сначала мы видели начало волны увольнений, теперь банкротств. На самом деле это глобальная тенденция. Это характерно не только для США. Ведь центральные банки и других стран делают то же самое, что и ФРС. Повышая ставки для борьбы с инфляцией во всем мире. В первом квартале 2023 года корпоративные дефолты по всему миру выросли на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики Джеффрис ожидают, что эта тенденция сохранится. Три основные причины, которые они называют. Быстрый рост процентных ставок. Инфляция, которая никуда не девается. И замедление экономики, то есть потребительского спроса. Эти три вещи привели к тому, что многие компании, которые стоят миллиарды долларов, оказались на грани банкротства. Очень интересно отметить секторы, в которых наблюдается больше банкротств, чем в других. Если проанализировать последние заявления, похоже, что наибольший рост числа банкротств наблюдается в пищевом и промышленном секторах. Но все больше и больше секторов тоже начинает сталкиваться с ростом банкротств, особенно в недвижимости. Первый тип покупок, который люди предпочитают не делать в ухудшающихся экономических условиях, это покупки из разряда хотелок, а не потребностей. То есть покупают то, что нужно, а не то, что хотят. Поэтому, например, рестораны и розничные торговцы чрезвычайно чувствительны к ухудшению экономических условий. Последний случай – это банкротство Bad Bath & Beyond. И я думаю, что мы увидим еще много подобных случаев не только с миллиардными компаниями, но и компаниями средних размеров. Потому что обслуживать их долги становится все дороже. А банки начали ужесточать кредитование. И это очень важно иметь в виду. Министр финансов США заявила об этом несколько недель назад. Она сказала, что следует ожидать, что банки будут сокращать кредитование по мере ухудшения экономических условий. Поэтому получить одобрение как на бизнес, так и на личные кредиты становится все труднее. Ибо банки не выдают кредиты. Банки перестали кредитовать. Вместо этого они увеличивают резервы для покрытия неудачных кредитов. Что же это означает на самом деле? Это говорит о том, что они ожидают роста просроченной задолженности и банкротств. Речь идет о компаниях в суммарности на триллион долларов. Отсутствие доступных кредитов является большой проблемой не только для компаний, которые испытывают трудности, но даже для вполне здоровых на данный момент компаний. И пока мы не знаем, сделает ли Федеральная резервная система паузу в июне или продолжит повышать ставки. Но я думаю, можно с уверенностью сказать, что если ФРС действительно хочет достичь уровня инфляции в 2%, то в июне она снова повысит ставку. Пусть и минимально, но повысит. И если это произойдет, мы увидим больше компаний, которые начнут сокращать сотрудников. Потому что увольнение, безусловно, является одним из наиболее эффективных способов сокращения расходов. Как, например, недавно в Твиттере. На сотрудников и персонал приходится одна из самых больших расходов в отчетах о доходах компаний. И если это не сработает, мы увидим еще больше банкротств. Есть прогнозы, что уровень корпоративных дефолтов в Соединенных Штатах может вырасти примерно от 8 до 15%. Bank of America, например, считает, что существует большая вероятность того, что худший сценарий будет исполнен в 15%. Итак, количество банкротств растет. Ожидается, что еще больше компаний потерпит крах в этом году. Потребительский долг взрывается и недавно превысил 17 триллионов долларов. Банкротства банков происходят. Дефолты компаний растут. И все это происходит еще даже до официально объявленной рецессии. И на фоне всего этого ФРС объявляет. Есть некоторый потенциал для мягкой посадки. Да, ФРС США утверждает, что мягкая посадка все еще возможна. Я бы в это не верил. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»